Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Шестеро прикамских спортсменов попали в предварительный состав легкоатлетической сборной страны, которая отправится на чемпионат Европы. В команду включены бегуны Татьяна Вешкурова, Мария Михайлюк, Валентина Галимова, Максим Дылдин, Павел Ивашко и Олег Миронов. Окончательное решение по всем кандидатурам будет принято до начала августа. 1 числа Федерация Легкой Атлетики подаст заявку в Европейскую Ассоциацию. Чемпионат Старого Света пройдет в Цюрихе с 12 по 17 августа. Бадминтонисты Перми приняли участие в крупных международных соревнованиях. В Владивостоке состоялся этап мирового гран-при Russian Open 2014. Наш регион на Дальнем Востоке представляли Елена Комендровская и Мария Шегрова. В четырех разрядах из пяти на этом турнире золото завоевали японские спортсмены. У россиян только одна золотая медаль. Прикамские бадминтонистки за призы побороться не сумели. Обе остановились на стадии четвертьфинала. Шегрова играла с москвичкой Викторией Слободенюк. Наша пара уступила будущим обладателям бронзы. Комендровская выступала в тандеме с Ильей Ждановым из столицы. Наши уступили дорогу еще одной российской паре. В Амкаре еще несколько новичков. В предстоящий сезон в составе красно-черных проведут Давид Захов, Игорь Киреев и Павел Соломатин. Если Захов уже защищал цвета нашего клуба, то Киреев и Соломатин за амкаровцев еще не играли. Первый воспитанник школы столичного Спартака. Права на него принадлежат Ростову. В пермском коллективе он будет находиться на правах аренды. Соломатин будет играть в Амкаре также на условиях аренды. Отозвать его столичная Динамо при необходимости сможет после завершения матчей в текущем году. И еще одна футбольная новость. Главный тренер российской сборной Фабио Капелло выступил на заседании технического комитета Футбольного союза России, где рассказал свое видение выступления национальной команды на чемпионате мира в Бразилии. На мероприятие были приглашены в числе прочих главные тренеры клубов российской футбольной премьер-лиги. Как сообщает интернет-портал Курс, наставник Амкара Славолюб Муслин поинтересовался, почему Капелло не взял в Бразилию нападающего Артема Дзюбу. Чтобы это он мог применить высокорослого футболиста в нападении. Итальянский специалист ответил, что рассчитывал на Канунникова. По мнению Капелло, он больше подходил и был в лучшей форме, чем Дзюба. Отмечу, что Максим Канунников до начала чемпионата мира выступал за Амкар, а в межсезонье перешел в Казанский Рубин. На этом у меня все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телекомпанией «Рефейперь».